МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На Тюменском времени программа, объективно, парт-актив. С начала года нет темы, которые обсуждали бы в регионах более часто эмоционально, чем так называемая мусорная реформа. Поскольку касается она всех, то мнений, как ее лучше проводить, множество. Часть из этих мнений мы обсудим сегодня с гостями программы. Осипов Дмитрий Александрович, заместитель председателя Тюменской городской думы, окончил Тюменский государственный институт мировой экономики, управления и права по специальности юриспруденция. Трудился юристом и коммерческим директором на тюменских предприятиях, исполнительный секретарь городского отделения партии «Единая Россия». Морев Сергей Николаевич, депутат Тюменской областной думы, окончил Тюменскую архитектурно-строительную академию по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», а также Тюменский госуниверситет по специальности «Финансы и кредит». Основное направление деятельности – коммерция, которой занимается с 2001 года. Фракция партии «Справедливая Россия». Елагий Дмитрий Николаевич, депутат Тюменской городской думы, окончил Тюменскую архитектурно-строительную академию по специальности «Инженер по строительству дорог и аэродромов», а также Тюменский госуниверситет по специальности государственное и муниципальное управление. С 2000 года занимал руководящие посты в коммерческих организациях строительной отрасли. Мастер спорта по дзюдо, фракция ЛДПР. Казанцева Тамара Николаевна. Первый секретарь Тюменского областного комитета КПРФ. Член ЦК КПРФ. Депутат Тюменской областной думы. Большая часть трудовой деятельности связана с Тобольском. Почетный энергетик Российской Федерации. С гостями встретимся чуть позже. А теперь наш первый сюжет к теме. Зачем, собственно говоря, понадобилась мусорная реформа? К этому месту не зарастает народная тропа. Люди, плюющие на экологию, везут сюда отходы твердые и жидкие. Несанкционированная свалка находится рядом с селом Барки Тюменского района. Таких мусорных куч в регионе сотни. Если мы не начнем заботиться сейчас, ну уже, наверное, мы подошли к какому-то пределу. По статистике в регионе только 35% владельцев частных домов заключили договоры на вывоз мусора. Остальные его сжигают или выбрасывают, куда придется. Отдельная тема – новые коттеджные поселки. Только в Чикчинском муниципальном образовании их 11. Несмотря на то, что многие живут там круглогодично, их дома считаются недостроем и хозяева в них не прописаны. В итоге только 5-6 семей на поселок готовы заключить договор и платить за цивилизованный вывоз мусора. На территории коттеджных поселков они контейнера один раз мы устанавливали, но из-за того, что никто там не захотел заключать договора, их просто убрали. Они привозят на территории наших деревень, основных поселков. А вот еще одна старая несанкционированная свалка. Экологи посчитали, только в Тюменском районе таких 234. В лесах, полях и даже рядом с населенными пунктами. Чтобы все это убрать, нужно 137 миллионов рублей. Деньги для этого выделяют из областного бюджета. Здравствуйте, уважаемые гости. Посмотрели мы первый сюжет. Это, скажем прямо, частный случай. Можно найти свалки и побольше. И прямо непосредственно в лесу те из нас, кто в леса ходит, а ходит большинство из нас, видят все это безобразие. И, конечно же, свою лепту, безусловно, вносят не только жители того же Тюменского района, но и тюменцы. В сюжете уже говорилось о том, что это стартовая причина, вообще, начала мусорной реформы так называемой. Тамара Николаевна, вообще, как вы оцениваете экологическую ситуацию вокруг Тюмени и что в этой ситуации нужно делать? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я хотела бы по этому поводу сказать следующее. Конечно, наша Тюменская область находится в ситуации, хотя и пишут, что 58% на территории Тюмени свалок, и что у нас ситуация в таком ключе, больше половины, мы уже в стадии риска. Но, тем не менее, учитывая нашу площадь, нашу плотность населения, если сравнить нас с Москвой, Санкт-Петербургом и другими крупными городами, то, я считаю, ситуация у нас еще на сегодняшний день нормальная. Но понятно, что мы... Но там уже доходит до того, что в другие регионы мусор. Да, да. Поэтому, конечно, заниматься надо, решать вопросы, как нам, что делать с мусором, как его перерабатывать, куда транспортировать. Я думаю, вот такие свалки, они мигом не решатся. Все равно надо будет деньги туда добавлять из бюджета Тюменской области. Тем более, что те средства, которые сегодня будут собирать жители, если мы не добьемся, чтобы уменьшили вот такие платежи, они все равно пойдут ТЭО. Поэтому я не думаю, что вот на эти свалки будут потрачены деньги из его кармана. Я вчера была на этом заводе, видела, да, у них материальная база компьютеров много, 40 телефонных точек уже поставили буквально в течение месяца. То есть они уже зажили, им уже чего-то пообещали, у них уже настроение поднялось и стремление вперед есть. Но, тем не менее, именно за региональным оператором закрепили обязанности. Вот эти свалки все ликвидировали. Ну, я думаю, что все равно этот региональный оператор будет просить деньги. На сегодняшний день они их... Вот я даже задала такой вопрос. На сегодняшний день, вот пока вам жители не платят, платежки еще не принесли, вы еще за январь не получили с нас ничего. А как вы же не сказали, за счет средств компании. Поэтому, наверное, можно будет планово, стабильно двигаться в этом направлении, убирать свалки. И таких свалок ведь не только у нас вокруг Тюмени, их очень много везде. Вот я посмотрела сегодня информацию, 407 официальных свалок, еще где-то 158, которые неофициальные свалки. А сколько еще мусора в лесах, полях там... Да, которые не учитываются. Которые вообще не учитываются. Я вот езжу часто по районам, еду от Бердюжья до Казанки, там огромная такая свалка, она немножко там рекультивируется, но горит, дым идет, трактор ходит, то есть вот в таком состоянии находится. Если приехать в Векуловский район, то там вообще полное безобразие. Там одни полигоны, если их так условно назвать можно. Даже водоочистное сооружение не работает, куда чего сливается, выходит все в речку, в лес, на поле и так далее. То есть сегодня, конечно, мы долго жили и к этому не обращались. Ясно. Дмитрий Николаевич, Ваша точка зрения на то, с чего должна начаться мусорная реформа? Проблемы в экологии, понятно, что они очень серьезные. Реформа уже назрела довольно давно. Присутствует, конечно, фактор экологической неграмотности населения. То есть если посмотреть на те же европейские страны, да, везде стоят эти контейнера. Мы считаем, что... Вы имеете в виду для раздельного сбора мусора? Конечно, конечно. Потому что вот эти свалки, это же отсутствует культура. То есть люди выбрасывают, и мы все ходим, по грибы я хожу. Что в лесу творится, это уму непостижимо. То есть это не кто-то делает, это делают сами люди, бросают. Сначала что-то начать работать с этими свалками. Мы же видим, судя по сюжету, только не санкционированные вы показали. А у нас что, на санкционированных там все в порядке, что ли? Да нет, конечно. Там тоже нужна работа. У нас есть в партии обращения от жителей районов города, вот поселок нефтяников, например, там ДОК, где люди жалуются на некачественный вывоз мусора, недоброкачественный. То есть все уже назрело, это у нас больше 400 свалок. Конечно, она должна была. Дмитрий Александрович, я помню, на прошедшей большой пресс-конференции президента, которая до этого была, по-моему, с Челябинска человек задавал вопрос по поводу мусора. У них там, я напомню, огромная проблема, полигон, который еще в 90-м году должен был быть закрыт. Он до сих пор... Вот самая горячая точка была у РФ. Да, он функционирует. И, собственно говоря, вот тот смог, знаменитый Челябинский, он как раз по рождению этого полигона в сентябре. В сентябре только текущего года он был закрыт. И тогда президент озвучил цифру, что в стране в год ежегодно, вот на минуту давайте вдумаемся, формируется более 70 миллионов тонн всевозможного мусора. И с развитием производства эта цифра растет. И давайте посмотрим и скажем прямо. Мы примерно лет 30 назад оказались в новой экологической реальности в том плане, что в нашу жизнь начала активно входить упаковка, упаковочные материалы. Раньше что было? Шпагат, кусок бумаги завязали, выбросили в естественных в течение 10 или месяцев. Я сейчас точно не помню, это все хозяйство перегнило. Начала попадать упаковка, упаковку стали точно так же выбрасывать. Естественно, все это начало оказываться на свалках. Что раньше свалок не было? Конечно, они были. Столько мусора не было, это точно совершенно. Вот мы говорим о сельской местности, об этих свалках сельской местности. Давайте каждую деревню проедем, и у местных жителей спросим, а когда эта свалка деревенская появилась в том или ином месте? Она там была всегда испокон века. Но только если раньше это естественным путем, основная масса разлагалась и перегнивала. Сейчас это начало формировать вот такие очаги напряжения. И ведь чем опасна свалка? Помимо вот той неприглядной картины, которую мы видим, чисто эстетической, это огромный очаг напряжения, результаты которого будут влиять на жизнь вообще и не только нашего, но и следующих поколений жителей. Потому что свалка в процессе своей жизнедеятельности, если корректно так сказать, она ведь не только выделяет определенные запахи, но в том числе химикаты, ядовитые вещества с грунтовыми водами попадают в реки, заражают окружающую территорию. Тот так называемый мусорный газ, который формируется в результате жизни этой свалки, он очень быстро может воспламениться. А с учетом того, что, как мы видели в сюжете, эти мусорные точки находятся в непосредственной близости, в том числе к населенным пунктам, к лесам, это может закончиться очень страшными посредствами. После Холохова, вот прекрасный пример. Поэтому я считаю, что тут другое дело, что мы до конца еще этой всей проблемы не осознаем, и, слава богу, это не заканчивается пока. Да, но вопрос принципиально важный, принципиально важный, и ситуация далеко не безоблачная. Сергей Николаевич, дошли до вас. Да, я поддержу идею о том, что, конечно, несанкционированные свалки, свалки, где попало, сброс отходов в леса, в поля, рядом, это все плохо, и это надо все приводить в соответствие. И указ президента, собственно говоря, был направлен на то, чтобы эту ситуацию решить. Идея прекрасная, это вопрос к исполнению всего этого направления. Когда у нас стали мотивировать возщиков, чтобы возить на полигон, и только после того, как он разгрузился, он начал получать деньги обратно, да, это хорошо. Ну, давайте тогда просто поэтапно посмотрим, как это делать. Вот оператор подписал конституционное соглашение, взял на себя определенные обязательства. Людям повысили тариф кратно. Ну, хотя бы тогда какие меры контролят со стороны властей, общественность? У нас больше 500 несанкционированных свалок. По некоторым данным, тысяча их там. Где они находятся? Какой порядок их уборки будет? Какая ответственность в случае того, что если эта свалка через два года продолжает существовать, через три люди как вывозили, так и возят туда, свалок становится больше или их остается в том же количестве? Оператор несет ответственность или нет? Понятно, что мы все говорим о том, что надо выбирать, количество незаконных захоронений должно уменьшаться и так далее. Ответственность какая-то наступает. Если она наступает, то какая? Вопрос-то в этом стоит, в исполнении, в конечном итоге. Что касается рекультивации и проблемы возникновения новых незаконных свалок. Это теперь прямо закреплено в функционале рекоператора, который обязан их выявлять, устранять и потом собственника земли, если собственник сразу полюбовно не решит это устранить, взыскивать эти деньги. Это первый момент. Второй момент. Что касается возникновения несанкционированных свалок и текущего положения дел. Сегодня интерактивная карта такая, коллеги, есть. Она есть на сайте рекоператора. Более того, если гражданин выявляет новую несанкционированную свалку, он точно так же может обратиться в уполномоченную компанию рекоператору. И эта территория будет исследована и информация нанесена. Ясно. Сейчас мы сделаем паузу в нашем разговоре и обратимся к теме справедливости начисления. То есть начало года она была самой у нас актуальной. Как все-таки справедливо ее начислять? По проживающим людям, либо по квадратным метрам. Все прошедшие годы мы платили по квадратным метрам. И именно исходя из этой логики было сделано первоначальное решение. Сейчас оно пересмотрено. Сейчас смотрим сюжет и вернемся в студию. Законодательство позволяет регионам решать, как начислять оплату за вывоз мусора. С человека или с квадратного метра. В Тюменской области 15 лет собственники платили, исходя из площади жилья. Но губернатор Александр Мор поручил уйти от прежней схемы. Для того, чтобы понять, сколько мы будем платить в расчете с человека, нужно умножить ту или другую цифру на тариф. С 1 января это 6027 рублей за тонну с НДС. Разделить на 12 месяцев и на 1000, чтобы привести к килограмму. Соответственно, в многоквартирном доме проживающий человек будет платить 139 рублей 6 копеек в месяц. А в жилом доме 119 рублей 24 копейки в месяц. В регионе сохраняются все меры социальной поддержки, вводятся новые виды материальной помощи. Первая такая мера предложена уже губернатором. То есть это, по сути дела, для многодетных семей, которые малоимущие, платить, практически компенсировать оплату за детей. То есть от 0 до 18 лет дети будут, плата за них возмещаться по твердым коммунальным отходам. Определён агент по начислению платы. В нашем регионе этим будет заниматься энергосбытовая компания «Восток». Только в Тюмени она обслуживает 300 тысяч лицевых счетов. В районах открыты представительства. Специалисты компании будут работать и с должниками. Итак, Дмитрий Николаевич, Ваша точка зрения. Как справедливее начислять по квадратным метрам, либо по людям, которые проживают на той или иной площади? Здесь каждый случай отдельный. Если по квадратным метрам, кому-то это выгодно, кому-то нет. Главное, чтобы это было меньше на каждого человека. Если по людям, квартира сдаётся, а там проживает на самом деле 5 человек. То есть как с этим быть? Или наоборот, ситуация, что проживает один человек, платят с квартиры. Я считаю, что, опять же, повторюсь ещё раз уже в десятый раз. Значит, надо сначала показывать работу. То есть, в принципе, здесь каждый случай отдельный. То есть всё индивидуально, и у каждого могут быть свои просто причины для того, чтобы не было выгодно так, а тому-то соседу по-другому совершенно. Да, потому я думаю, что да. Но ведь всё равно так вряд ли можно того, то есть две системы применять одновременно. Ну, в моём понимании, как житель Тюмени, да, я могу про себя говорить. Конечно, мне удобнее за человека плачу. То есть у нас проживает там два человека в квартире, я плачу два человека. То есть я думаю так. То есть все же говорили о том, что всё-таки человек вырабатывает мусор-то, а не квадратные метры. Ну, я повторяю. Прописан один человек, квартира сдаётся. Там проживает, я не знаю, пять-десять человек. Ну, как вот с этим быть? Есть механизмы. Какие механизмы? Ясно. Тамара Николаевна, ваша точка зрения. Я, знаете, вот скажу следующее. Вчера Медведев проводил совещание с губернаторами, да. И вот я буквально две строчки скажу с его выступления. Самым худшим результатом нашей работы, простой дискредитации, будет ситуация, когда тариф вырос, пусть даже незначительно, но ничего не видно, как изменился процесс вот этой переработки. Ну, это вот то, о чем Дмитрий Николаевич говорил, да. Ну, вот, да, что он говорит, я с ним полностью согласен, что не отработан механизм, надо было сначала показать, как что. А вот мы на сегодняшний день как раз это и видим. Вот когда вчера были мы на мусорном заводе, мы увидели, что спросили, мусор-то откуда перерабатывается у вас? Они сказали, из Тюмени, Тюменского района. То есть все остальные районы Тюменской области, города, естественно, там нет ничего. Что было, то и осталось. Те же машины, те же полигоны, те же свалки, все то же самое. Но цены на мусор выросли в три с половиной раза. Ну, какой тариф брать, как мы считаем? Ну, я думаю, правильно, вот, наверное, надо дифференцированно подходить. И об этом тоже вчера на селекторном совещании шел разговор, что кому-то может быть так удобнее, кому-то по-другому удобнее. Но самое главное то, что три с половиной раза тариф вырасти никак не может. И поэтому здесь правильно, что наша общественность работает, общественная палата работает, у нас инициативная группа простых граждан города Тюмени постоянно, как говорится, куда-то едет, что-то изучает, взвешивает и пишет. В Вайбере уже 3600 человек сегодня обсуждают мусорную проблему. Но мы вот сейчас несли новое предложение, что со всех многодетных семей, неважно, больше, меньше прожиточного минимума, дети у нас не работают. Что должна быть полностью льгота. И 30% с родителей, с которыми дети проживают. А какой тариф лучше? Ну, опросил губернатор, оказалось, что люди больше человека, правильно? 85% опрошенных сказали так. 15% сказали с квадратного метра. Мне, например, я платила с квадратного метра рубль 41. У меня 45 квадратных метров. Платила 68 рублей. Очень даже здорово, если бы так осталось, я была бы очень-очень довольна. Ясно. Сергей Николаевич, на ваш взгляд. Как справедливее платить? То, что появились варианты платить так или так, ну, конечно, это хорошо. И обоими руками за то, чтобы за услуги по вывозу мусора платить меньше. Как мне кажется, у меня семья большая, но тем не менее, все-таки платить с человека было бы правильно, так как на самом деле не метры квадратные, а люди являются источниками мусора. Вчера поднималась встреча о том, что предприниматели говорят, вот, а как считать по контейнеру. Тут в ручном управлении власть пошла на встречу, договорились о том, что вот по этой точке можно, значит, считать, что пока полный контейнер не набрался, мы не считаем, вывозим только полный, это будет удобней. Ну, хорошо, когда такая реакция есть, люди гибко подходят, но ведь в ручном управлении ты не можешь настроить жизнь полутора миллионов жителей Кеменской области. Здесь должна быть понятная, четкая система начисления, откуда берется тариф, как он обосновывается, сколько потратили, сколько нас ждет, сколько мы продадим сырья и так далее, и так далее. То есть тут масса вопросов, на самом деле, еще есть. Вот на том же совещании, на которое ссылалась Тамара Николаевна, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев говорил о том, что в конце концов мы должны прийти к тарифам, которые будут браться за фактический вывоз мусора. Да. То есть я так понимаю, Дмитрий Александрович, в мусорной реформе точка не поставлена? Безусловно, нет. Вот повторюсь еще раз, даже анализируя вот те почти два месяца реализации новых подходов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, стоит констатировать, что вот эта донастройка происходит. Люди озвучили озабоченность в части того, что логичнее начислять не с квадратного метра, а с тарификацией по человеку. Такие решения сегодня приняты, губернатор поддержал, подписал соответствующее распоряжение. Что касается, вот вообще любая система, что по квадратным метрам, что по человеку, она вот идеально отстроить ситуацию не дает. Всегда будет кому-то так выгоднее, кому-то так выгоднее. Но вот те случаи, которые описаны с тем, что где-то в соседней квартире проживает 10 человек, они не прописаны. Но, коллеги, сегодня инструменты соответствующие есть. Можно обратиться в управляющую компанию, которая обслуживает тот или иной дом. Они на основании показателей смежных ресурсов, которые потребляются, свет, вода, готовят соответствующие акты и начинают тарифицировать эти вещи. Это имеет место быть сегодня. Второй момент, который озвучивали... Ну, достаточно трудно, конечно, это сделать. Кто это? Ну, это процесс. Это процесс. Конечно. Это процесс. И он работает. Второй момент. Вот та история, которая касается наших дачных поселков СНТ, это та озабоченность, которую люди выражали. Очень активно на площадке общественной палаты города Тюмени работает рабочая группа. И вот у меня совсем свежая информация, что буквально вчера представители встречались с курирующим заместителем губернатора, в том числе по этому вопросу. Есть понимание, кому-то из жителей СНТ выгоднее по нормативу платить, кому-то по фактически потребляемому мусору. Там, вероятнее всего, будет система сложена таким образом, что взаимоотношения будут между рекоператором и конкретным СНТ, а уже внутри своего общества люди будут эти вещи распределять. Поэтому диалог тут идет, и система, она понятная, выстроится. И, наконец, была очень важная озабоченность, связанная с тем, а не будет ли двойных начислений. Вот пенсионер зиму живет дома, в квартире, а на лето уезжает на дачу. Точно так же существуют механизмы, можно обратиться в ТРИЦ, подготовить специальную справку с садового общества о том, что действительно человек проживает весь летний период садоводческий там, и траты на ТБО, на вывоз ТБО будут исключены из платежки. Да, озвучен вопрос по ТРИФу. Действительно, я соглашусь с тем, как Сергей Николаевич сказал, вопрос информирования в этой части принципиален, и надо больше и с людьми встречаться, и объяснять. Но ни в коем случае не спекулировать на этой теме, а именно спокойно объяснять. И с точки зрения закона, и с точки зрения реального положения дел с той же самой экологией. Так вот, сейчас контролирующий орган, в полномочия которого входит проверка ТРИФа, это Федеральная антимонопольная служба, занимается этим вопросом. У них срок, там, если память не изменяет, 25 дней, на 25 он еще может быть продолжен. Где-то примерно неделю назад соответствующие заявления туда поступили, и они, квалифицированные специалисты, проверят, а тариф, он обоснован или не обоснован, потому что сегодня есть кураторы, сегодня есть люди, которые ставили свои подписи под этими документами, и мы картину увидим. А что касается системы в целом, я хочу привести, завершая свое выступление, буквально два примера. Первый касается развития системы общественного транспорта. В 2011 году, когда вы этим в городе Тюмени начали заниматься, она шла очень тяжело. И вот действительно в диалоге в таком порой очень непростом с жителями удалось пройти большой путь. Сегодня общественный транспорт города Тюмени, как признают сторонние эксперты и рейтинговые организации, лучший в стране. Второй пример более узкий, но тоже показательный. Одна из, наверное, наиболее самых хорошо воспринимаемых программ наших городских по комплексному благоустройству дворовых территорий, которые есть. Когда в 2011, по-моему, тоже или в 2010 году в эту тему только заходили, очень негативная была реакция. Но механизм отстроился, и сегодня это встречается очень тепло, и все видят реальную пользу от этих шагов. Поэтому я полагаю, что все вместе вот точно так же заинтересовано, экспертно разбирая и расшивая те или иные проблемные точки, мы придем к тому результату, на который все мы нацелены, а будущее поколение наших тюменцев, и не только тюменцев, я думаю, скажут нам еще за это спасибо. Ну, я думаю, мы имеем полное право предположить, что наш разговор по поводу мусорной реформы, так называемой, продолжится в самом ближайшем будущем. Будем подводить какие-то промежуточные итоги. Я благодарю вас за участие в сегодняшней программе. Всего вам доброго, успехов в вашей деятельности, и до новых встреч у нас в студии. Итак, точку в мусорной реформе ставить рано. На то, что она необходима, сомнений нет. Иначе через какое-то время в лес нам придется ходить, преодолевая горы отходов. И это все, о чем мы вам сегодня хотели рассказать. Всего доброго, и не забывайте смотреть объективно. На все. Субтитры сделал DimaTorzok